Кто как, лично я, к христианству приобщился в музее, когда в очередной раз приехали с мамой к столичным родственникам в цветную Москву 60-х. Вот она какая, большая, прибольшая, приветлива со всеми, во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва. Купание в бассейне мне было обещано, но как-то так и не состоялось оно в моей жизни. Иное дело музея, в частности, Цветаевский, изобразительных искусств имени Пушкина. Поразила детское сердце картина «Поругание Христа», художника Мостарта, нидерландского, 16 века. Тогда, конечно, фамилии художника я не запомнил. Не знал, никто такой Христос, ни за что ругают. Наоборот, самому хотелось отругать всех, кто обступил этого страдающего на моих глазах человека. Хотя бы вот этот, охранник, подневольный начальству, любой приказ выполнит, живет словно во сне. И живет ли? Иное дело Понтий Пилат. Он все понимает. Но Понтий при власти, а потому зависим от толпы, от фанатиков, от интриганов. И всегда властитель куда слабее, чем принято полагать. Замечательно изображены руки Пилата в перчатках, словно защищены от грязи подвластного ему мира, словно бы даже уже и умытые, прямо не снимая перчаток. Примечателен и жест первосвященника за спиной Пилата. Доказывает свое, что называется он на пальцах. Интрига, расчет, нашептывает в ухо властителю и добивается своего. Но этих сложных персонажей я распознал намного позже. А прежде всего увидел я мужика с рыжими лапищами, как он ужасно схватил человека. И выражение такое знакомое. Не по Голландии всем нам знакомы такие вот выражения. Противопоставление агрессивного зверолюдства истинно человеческому, которое хоть и воплощено, а потому уязвлено и страданию подвержено, но источник имеет определенно нездешний. И, может быть, проявляется человеческое едва ли не очевиднее всего там, где противостоит ему унижающее нас зверолюдство. Ведь именно при поругании Христа звучит из уст Пилата знаменитое признание «эссе хома» — это человек. В данном сюжете в совершенном воплощении человек. Удовлетворивших меня пояснений я не получил тогда. Остался, можно сказать, в недоумении. Но это, как сейчас думаю, было к лучшему. Остался под впечатлением и с нерешенной проблемой. Появилась почва решать ее самому. Появился в сердце религиозный отклик на обыденные события жизни. Едва ли не каждый день, то тут, то там, заново претерпевается человеком изгнание из рая. Братоубийство, крещение от Ивана, поцелуй от предателя, отречение ученика, воскрешение Лазаря, страх Пилата, раскаяние Марии, уверование Фомы и, наконец, распятие Божьего Сына, совершенного человека. У Голгофа в снегах, у Тарковского, у Голгофа по-русски. Поразительная эта слеза Иисуса, до сих пор не высохшая и не упавшая, слеза за всех нас, за грехи наши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok